Окей. Итак, мы с вами проходим к Куртиму. Освобождение. Пять видов освобождения. Что мы с вами в прошлый раз пришли? Безличное освобождение. Как это освобождение называется? Союз Джамукти, да. И вроде бы у нас там какой-то должок остался, да или нет? Да. Старая работа, да? У нас какой-то должок остался. Какой у нас должок остался? Я уже не помню. Помню, что какой-то должок был. Мы с вами рассказывали... О чем мы с вами говорили в прошлый раз, это то, что да, вот есть Джамукти, это освобождение или в сиянии Господа, или же в тени Господа даже. Мы рассматривали, вспоминали с вами на самом деле. Две школы, да? Брама Вадимаева, не помните, да? Да. Вот. Что мы еще говорили? Что это мнимое освобождение? Мы говорили, что это мнимое освобождение. Почему оно мнимое освобождение? Оно бременное. Оно бременное. То есть живое существование снова возвращается, эти дьяны снова возвращаются в этот материальный мир. И мы с вами говорили о движущей силе, силе этого освобождения, что стоит какая сила двигать человеком, что он стремится к освобождению. Зачем? Говорили об этом? У тех, кто хочет слиться с телом, там, по-моему, зависть, они принимают то, что да, пока такое положение, но потом я сам стану таки. Хорошо. Тогда, похоже, мы должны это проговорить. Это очень важный момент, что на самом деле, почему человек подходит вообще к освобождению, что он движет, что он хочет получить освобождение. Сейчас мы говорим о Саюджи Мукти, что же является двигателем, что его толкает. И то, что его толкает, это на самом деле разочарование. Разочарование в этом мире. И, в принципе, в этом мире очень много разочарованных, правильно же? Сейчас люди не страдают депрессией, разочарованием. Это сейчас, как бы, болезнь даже, ну, не знаю, как у нас здесь, может быть, у нас еще нет этой статистики, но вот на Западе там проводят статистику и считают, что это одной из главных проблем. Главный бич на Западе – это депрессия. Люди ходят в депрессию, разочарование, разочаровываются как-то в том, все, им ничего не интересно. В чем смысл и так далее. Это разочарование. Но почему-то никто из них при этом не становится на путь духовного самосознания, на путь освобождения. Может всего-то лучше, а может они не знают этого. Ну ладно, даже, ну хорошо, они не знают об освобождении, но хотя бы какой-то религиозностью они могли бы заняться даже, чтобы хоть как-то, ну, то есть если этот мир так правит на меня, то может быть как-то мне соприкнуться с более высоким миром, с духовным миром, с Духом, то есть с Верховным Духом, с Верховным Господом. Но это не наблюдать. Поэтому, в принципе, мы должны понять этот механизм, то есть мало быть, ну, то есть разочарованным в жизни. В чем должен быть человек разочарован, чтобы ставить на путь духовного самосознания? То есть люди разочаровываются там друг в друге там, не знаю, в лидерах хочется разочаровываться, что сейчас отмечается, что, в принципе, люди все меньше и меньше верят лидерам этого общества, все меньше и меньше участвуют в этих всяких там референдумах или там голосованиях и так далее. Очень маленький процент людей, которые в этом участвуют. Это говорит о чем? Потому что люди разочарованы. Счастья не могут найти. Не могут найти счастья. Ну вот они не могут... Нет счастья в том, что я туда не буду его отдать. Да, может быть, они... Есть такие люди, они думают, что нет счастья в том, что это вот дураки, столько энергии подранило то, что мне не дают счастья, может быть, в другое место приложить свою энергию, может оттуда счастье потечет. То есть мы видим тут разочарованных людей, там, не знаю, там, В родственниках люди разочаровываются, в близких, в друзьях. То есть только разочарование, все пронизано на разочарование. Но не так много людей, они становятся на путь духовного самосознания. Поэтому мало сказать, что разочарование. Какое должно быть разочарование, чтобы человек стал на путь освобождения? Сейчас мы говорим про Саюджи Мухти. Получи другой вкус. Получи другой вкус. Пронизирование настоящее счастье здесь, в неприятном мире. Вот, Дима расширил то, что сказал Стас, Станислав, что на самом деле, да, он не верит в источник своего счастья. И если полнее сказать, это человек, который становится на путь духовного самосознания, на путь освобождения. Он вообще не верит в этот мир целиком. То есть он разочарован не просто в соседе, в друге, в мужа или в жене, или в тёще, или в работе, или в лидера, как мы сказали уже. Он величён в самом деле. То есть он смотря, и хотя на самом деле его жизнь, она тоже состоит из этих разных разочарований, но при этом он способен сделать такое. То есть у него есть глобальное видение на этот мир. И откуда он это берёт вообще? Какие качества они должны быть, чтобы человек действительно это увидел? Потому что я хочу сказать, что да, много разочарованных людей. Но не каждый стремится к духовному самосознанию. Не каждый делает этот вывод насчёт мира, что тут ловить нечего вообще. Что тут всё пронизано болью по большому счёту. И даже в этом мире они признают и есть наслаждение, но слишком дорогая цена за это наслаждение. Они в этом разочаровываются. Какой смысл, какую цену платить за такую мизер этого наслаждения. То есть много разочарований. Вот они делают этот вывод. И они не хотят никак быть связанным с этим миром. И они поэтому пытаются отречься от этого мира, потому что они разочарованы. И вот какая у них должна быть такая платформа, на которой они могли бы, будучи разочарованы, в том, в том, в том, в том сделать такой глобальный вывод вообще насчёт материального мира. Да, он должен будет отречь ёнку неблагости. Это условие. То есть если человек не отречь ёнку неблагости, он будет метаться между одним объектом счастья и другим объектом счастья. Разочарованы сначала в этом объекте счастья, потом в том объекте счастья. И вот так вот. Даже если он будет делать какие-то претензии на глобальные выводы, что в этом мире ловить нечего, все равно это будет фрагментарно. Он может сказать, что фрагментарно, допустим, не верьте лидерам. То раньше он метался между одним лидером и другим лидером, то сделан глобальный вывод, не верьте лидерам. или вот там, не знаю, ну и так далее, или человек делает глобальный вывод, все эгоисты, поэтому понимают, что он тоже эгоист. В общем, такие разочарования, и они такие, может, фрагментарные выводы, но чтобы вот так глобально, что весь мир, ну то есть, что глобальный вывод, что чувство наслаждения сделать меня счастливым, это нужно в виду благости, потому что наши чувства, они заряжены на объекты, правильно же, это автоматом, мы даже не задумываемся, это происходит спонтанно, наши чувства, если люди ищут объекты чувств, все время, все время, все время, все время, все время, и человек в этом спонтанен, то есть, он притягивается объектом чувств, и он чувствует от этих объектов чувств какие-то наслаждения, и чтобы сделать глобальный вывод, несмотря на то, что он чувствует наслаждение от объектов чувств, делает глобальный вывод, что нету счастья, и это требуется разум, и это нужно в гуна благости, потому что если человек находится в страсти, невежестве, он это не увидит, он будет метаться, как я уже сказал, между разными объектами чувств, источниками счастья, и будет неутомим в этом, потом периодически упадает в депрессию, потом снова поднимает голову и так далее, так будет продолжаться, поэтому, чтобы человек действительно стал на путь освобождения, он должен пройти достаточно больший путь до гуны благости, без гуны благости человек не становится на пути освобождения, и даже если его и могут задеть какие-нибудь эзотеричные темы, но одно дело интереса, а другое дело, когда вы идете по этому пути, потому что путь, по которому идут гьяни, для того, чтобы учиться юджи мукти, о котором мы говорили, это очень тяжелый путь, и он начинает с отречения, он начинает с отречения, и мало того, что с отречения, он сознательно совершает аскезы, он сознательно пытается оторвать свои чувства от объектов чувств, он уже понимает, то есть он уже разрешен в главном, что этот мир для меня, он источник страдания, ни один объект в этом мире не принесет мне счастья, он это понимает, и чтобы подойти к этой платформе, человек должен пройти целый путь, и скажите мне, какой путь он должен пройти? Мы должны это осознать, что это не так просто, вот ставить надо путь в свою юджи мукти, получить освобождение, хотя можно сказать, да, все равно вернуться в материальный мир, там, что там? Но на самом деле это очень тяжелый путь, очень, на самом деле, героический путь для человека. А? Сукрити? Какой Сукрити? Мубабти? Нет, человек, мы не говорим Мубабти Сукрити, мы говорим про юджи мукти. То есть это дальше, дальнейшее освобождение, которое мы будем обсуждать. Да, гьяна Сукрити, но как человек получает гьяна Сукрити? Через знание, постепенно начальство. Через карма Сукрити. То есть, смотрите, есть четыре цели человеческой жизни, и они прописаны на Священном Писании. Это Дарма, это Арха, это Карма, это Мокша. Эти понятия вам известны, да? Дарма – это мирская религиозность, Арка – экономическое развитие, Кама – это чувство насаждения и Мокша – освобождение. И человек должен пройти этот путь. То есть он должен следовать Дарме. И, то есть, старт у него не сгунная благость, старт у него с материальным желанием, желание контактировать с объектами чувств. Поэтому он должен взять наружение Священное Писание, он должен следовать Дарме, мирской, чтобы эта Карма Сукрити копила, чтобы была возможность потом экономического развития, это даст ему чувство наслаждения, вот так он крутится в этом. Жизнь, 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 жизнь. Пока благость, она копится, 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 и у сердца. И когда она достаточно накоплена, у него вдруг появляется интерес к трансцендентному Знанию. Интерес к трансцендентному Знанию. И он получает ту платформу, с которой он может оглядеться на весь этот мир, потому что есть платформа благости. Он умиротворен, страсть и неверство, они доминируют над ним. Потому что когда мы на мир смотрим через страсть, то мы притягиваемся этим миром. Страсть, она, это тот магнит, который нас притягивает к этому миру. А неверство, это то, что нас погружает в уллюзию. Ну и страсть погружает, конечно же, в уллюзию. Так вот, у него должна быть под ногами гуна благости платформа, это чтобы оглядеться, и сделать правильные выводы, и разочароваться. И даже суть не в том, что, допустим, его окружают плохие люди, знаете, поэтому он разочаровался. Чаще всего это происходит так, что, вот помните, как Будда отрёкся, да, от этого мира? У него же было всё хорошо. Он как у Бога за пазухой жил, потому что, наверное, сам был Богом. Поэтому, у него всё было хорошо, тем более, его отец знал, что, ну, что он может потерять все, он может принять отречённый образ жизни, потому он его так оградил от этого мира, от этих реалий этого мира, от страданий этого мира, и так окружил вот этими наслаждениями, что он как в раю жил, фактически, пока он решил не выехать, прогуляться по городу. И он видел только четыре картины. Представьте, он видел только четыре картины. он увидел старость, он увидел, сначала он увидел рождение, муки рождения, потом увидел болезни, потом увидел старость, один раз, и увидел смерть. Ему это было достаточно, чтобы понять, что надо что-то делать вообще. Вот это платформа. И поэтому, в принципе, это не обязательно, что в Яне всё плохо, жизнь не сложилась, и они решили отречься. Нет, они, если это при таком раскладе, они не удержатся на этой платформе. Если просто, знаете, такари на всё синим пламенем, допустим, злоевые все, ухожу я от вас, знаете, но так, так не сработает. То есть, они действительно должны быть реализованы в плане того, что разочарованы на уровне не на уровне чувств, что чувства недополучили, а на уровне знания. Они трезво смотрят в мир, и они разочаровываются. Конечно, там и чувства недополучают, однозначно, но прежде всего это разочарование на уровне разума. И тогда они делают как бы взвешенное, зрелое решение, что да, я отвлекаюсь от этого, здесь ловит нечек. Всё хорошо. Поняв и так далее. Вот. Это достаточно длинный путь они проходят. Очень тяжелый путь. Союзжи Мукти. Причем, им движет, поймите. И мы проведем параллель потом, или может сейчас, сейчас посмотрим. Параллель с тем, как происходит упредное, когда они служат Богу. Там тоже есть разочарование, но оно абсолютно разное. И смотрите, когда человек становится на путь гьяны, он может получить какое-то наслаждение от этого пути. Вот, допустим, предны, понятно, они служат Богу, они получают взаимность от Бога, чувствуют какое-то счастье внутри, уже с самого начала. Потому что касается гьяни, у них такого нет. Там, Браман, он не спешит со взаимностью, знаете, он же персональный. Взаимность можно рассчитывать только от личности. Но когда вы имеете дело с Браманом, какая там взаимность? Поэтому, в начале, в середине, в конце, это сплошная эскеза. Это сплошная эскеза. Он совершает, и он с решимостью совершает эти эскезы, для того, чтобы оторвать все чувства от объектов чувств. Для того, чтобы, ну, то есть, он совершает специально эскезы, потому что во время эскез ум начинает быть более проявлен. Понимаете? Мы можем, во время эскез мы можем отделить ум и разум друг от друга. Только они сливаются и со мной, и с разумом ум сливаются. А когда эскеза, ведь мы, допустим, принимаем решение совершить эскезу, чем умом или разумом, но чаще всего разумом, что это не входит. Он не хочет эскез. Вот так мы его обнаружим. Он же с самого начала начинает конючить, что я не хочу эскез. И так мы его обнаруживаем. Вот ты, дорогой. И потом, когда человек совершает саму эскезу, то кто там против, кто там козни строит. Ум строит. И таким образом он его обнаруживает. И он начинает отделять себя от этого ума, от импульса, который идет от ума. Но он не совершает эти эскезы. импульсов, которые из чувств, которые вот они, чувства дают на ум, ум давит, в общем, на нас. Вот они, за счет эскеза, они способны это видеть, различать. И таким образом, а как они различают? Они с помощью разума различают. Для того, чтобы это видеть, нужно отделить себя от этого, от ума, от чувств. И какая, допустим, как это сказать, благодаря чему мы отделяем себя от всего этого, от чувств, от ума? Только благодаря разуму. Благодаря разуму можем отделиться от этого, увидеть, что это не я. Так вот, если ум орет чувства, орут во время эскезы, то таким образом укрепляет свой разум. Я это терплю, я это вижу, я не поддаюсь. То есть, ум хочет со мной слиться и сказать, что это не я хочу, это ты хочешь. И так далее. И вот они, таким образом, таким образом укрепляют разум. И вот такой их путь. Они постоянно пользуются тем методом нетти-нетти. Я не это, я не то. Очень важный, очень важный, функция разума. То есть, когда возбуждается ум, возбуждается чувство, как они способны этому воспрепятствовать. Я нет, я не то. На самом деле. Но когда, можно? Но когда ум и чувство становятся как бы под контролем разума, под контролем разума, то они же чувствуют большое удовлетворение, они способны воспрепятствовать не веротворение. Нет. самом конце может быть перед уже освобождение конечно благость дает часть но это однозначно но в этом материальном мире нету чистой платформы благости мы постоянно контактируем с объектами чувств понимаете поэтому вот мудрецов были проблемы же не случайно же там они обосабливались от этого мира и даже там есть разные истории о том что они даже запрещали женским особам особам не только человеческим вообще быть вокруг потому что будущий мудреца то есть это проблема потому что допустим мудрец воли не мудрец но если ваши чувства контактируют с объектами чувств то возникает привязанность это закон это прописано в богов виде возникает привязанность привязывать возникает заживление заживление гнев заблуждения память отбивает потом разум эта цепочка она не отключается для мудрецов она все та же работа причем когда не совершать доски за и чувство еще больше обостряется нас а я сам знаю так было что уже сразу что ну так получилось что я 42 дня постился чисто на воде так ваше чувство там обострены полностью очень остро воспринимать ими вот допустим сейчас мы сыт идем по улице это одно восприятие но если вы хотя бы 25 дней пропаститесь будет другое восприятие вы будете видеть что единственное занятие чем занимается люди а не то что они едят или они едят или они идут на работу чтобы заработать деньги чтобы потом поесть или они тут магазин для того чтобы купить и поесть или они идут в этот самый в бутике покупать одежду чтобы потом пойти магазин и купить там чтобы поесть понимаете то есть сдвиг происходит и поэтому допустим но это не так просто конечно на благо себя дают счастье и все да вот я же рассказываю какой результат они способны укрепить свою разум благодаря аскезам способны оторвать свой я чувств потому что главный метод еще раз я на йоге это найти найти и благодаря аскезам они они более ярче это вижу видят я не это я не то они отделяют себя потому что по-другому вы не сможете это совершать аскезу если вы это не делаете поэтому конечно плаги сдают счастья какое-то но поверьте мне ум на чеку постоянно он только тогда может стать другом когда уже вы вот-вот уже осознаете параматом тогда он становится другом это мы знаем по боговоднике правильно 6 глава потому что если мы обуздали ум мы слышим параматом но пока мы не обуздали ум у нас злейший враг до конца не поэтому видим что есть проблемы у мудрецов тоже у гиани большие проблемы если они предны если не просто гиани если они гребут своими силами то есть проблема есть проблема сейчас конечно мы их не встретим среди нас пять тысяч лет назад кришна рассказывал них так но статистика он привел статистику 7-го года бхагавадхиты он сказал что из тысяч людей один стремится к совершенству а из достижших совершенства один воистину познал меня то есть другими словами из тысячи достигших совершенства один познал нет другими словами раньше датистика была такая на на первых второе решили там на первых до 1000 рассчитайся каждый тысячный можно ли там двухтысячный пятитысячный можно ожидать что он стремился к цепи на что была такая культура была браманичная культура и там действительно люди стреляют 7 духовно самосознание час еще реже это однозначно и днем с огнем не слышишь но где-то там гималаях там йоги они вот они из категории гиани то не совершают медитацию и так далее на на кубка мэйли можно увидеть раз 12 лет может еще реже то есть конечно это сейчас редкие личность я к чему-то говорю что это не простой путь и мы же говорим о разочаровании чтобы вы не думали что может в сторону мы говорим о разочаровании поэтому что лишь толкает что им дает силу что им дает терпение решимость разочарование а не за чего они думают ловить нечего надо двигаться вперед очень сильно за чего и чтобы плана перейти уже другие на освобождение нажима что когда разобрали и все насколько 5 и вот одно из них когда это союзе мукти это растворением права остальные 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 освобождение не связано с бахти это то освобождение когда человек получает будущее предан то есть там салоки он уходит на на одну планету сарупья он принимает ту же форму самит я сашки то есть он входит ближайший круг получает уже могущество верховного господа это все это уже доступно не я таки освобождение я не недоступна такое доступно только приятно интересно конечно было бы более логично разочаровании при наговорить в конце но мы скажем начали рассмотрим сейчас уже берем разрешающим мы могли сравнить разочарование гиани и разочарования предного разочарование я не такое что в этой мире нету счастья нет не так даже этот мир полон страданий а разочарование предного в этом мире нету счастья кажется одно и то же но есть есть раньше я немножко гиани вернусь дело в том что в чем разочарованы гиани их не разочарование на самом деле она не полная хотя они двигаются только на разочаровании только на разочаровании потому что они в конце концов должны даже разочароваться в благость что даже благости проблем вошли не решаются о благости они останутся материальными что даже благость приносит им проблемы. Они даже в этом должны разочароваться. Так вот, их разочевание, оно не полное. Почему не полное? Потому что они разочаровываются в мире, как в источнике счастья. Но от самой концепции, своей независимой концепции, как тот, кто независимо от Бога ищет счастье, они не разочаровываются. Просто они в мире разочаровываются. Это все равно, что я, допустим, они понимают, что ловить нечего в этом мире. Но от эгоистичной концепции счастья они не разочаровываются, они продолжают ее искать. Но теперь они ищут в освобождении. Фактически та же концепция чувственных наслаждений у них остается, только теперь у нас со знаком минус. Понимаете? То есть, они разочаровываются в материальном мире, и теперь они ищут эгостичное наслаждение в духовной сфере. Но все та же позиция. Я наслаждающийся, и я контролирующийся. Вот в этой концепции они не разочаровываются. Хотя они даже могут избавиться от ложного эго, и не разочаровывать себя с грубым телом, с тонким телом. Но концепция вот эта, независимая, она остается по отношению к Богу. Поэтому они хотят слиться с Браманом, они хотят стать Богом, испытывать Брамананду. Из этого мира трудно достать наслаждение, но из Брамананда я достану, из Брамана я получу наслаждение, я намного круче, и вообще я буду круче вас всех. И вообще процесс под моим контролем освобождения. Это же я совершаю усилия. И это же благодаря моим мозгам все происходит. Благодаря моему могущему разуму я могу взять все это под контроль, отделить свое я от материи. Таким образом мы рассуждаем. Это все та же концепция независимости. От самой концепции той причины, по которой он попал в материнный мир. Он не отказывается. Он просто отказывается от материнного мира, как то, что в связи с его концепцией сделает его счастливым. Понимаете? Потому ничего не поменялось, в принципе. Это все равно, что я разочаруюсь сейчас в камере на Анташанте. Вот я на нее как-то планирую все время, на эту камеру, да? Какие-то планы на нее строю и так далее. А потом выясняется, что это не моя камера. И Анташанте, он интеллигентный, он же интеллигентный человек. Мне как-то пытается это до меня донести. И когда она мне дошла, я чувствую разочарование. Знаете, потому что столько планов у меня было в эту камеру, что ее так, и так, и так. Потом выясняется, что нет, оказывается, Анташанте и ее владелец. И тогда я отвлекаюсь от камеры. Понимаете, что происходит? Точно так же и дьяни. Сначала человек строит неоправданную надежду на материальный мир. Как-то его под себя, устроит для себя. И потом в этом разочаровывают. Выясняется, что, оказывается, не он один. Такой-то раз. И надо локтями работать. И причем, ну, то есть, это достаточно болезненный процесс. И вообще, то есть, это знаете, вот как этот самый, как есть такая басня, как его зовут? Некруглого. Некруглого. Он грек, кажется. Изуб. Изуб. Это же его басня, что лисица и виноград, да? Что лисица, она пыталась поесть виноград, она прыгала, 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 и не могла его достать. Потом сказала, да, он все равно кислый. И отреклась от винограда. Вот это чуть-чуть, наверное, гиани. То есть, инота, тут ловить нечего, нет счастья в этом мире. Но от самой концепции, что это не мое, не для моего наслаждения, они не отказываются. Они думают, просто не тот объект. Надо из брамана вытаскивать наслаждение. Вот это суть его разочарования. А что касается предных, их разочарование, оно другое. Они не разочаровываются материальной мере. А что в нем разочаровываются? Что не разочаровываются в камере? Она же не моя. Что в ней разочаровываются? Она на Наташаньте. Причем здесь мое отречение от камеры и так далее. Она же не моя. Причем здесь разочарование? Поэтому они не разочаруются. Они понимают этот мир. То есть, Он дан Кришне, Он действует по Его плану. Что это же в нем разочаровывается? Это же план Кришны, как все тут происходит. Но то, что не по мне, только понятно, даже не мой мир. Я могу расстраиваться, что она Наташаньте ввозит камеру домой. Она действует по Его плану. Понимаете? Эта камера. То есть, она работает по Его плану. Выключается по Его плану. Складируется по Его плану. И меня это может расстраивать. Правильно? А пренан думает, о чем мне расстраиваться? Это же не мой мир. Правильно? И пренан не разочаровывает сам, в самом мире. Он разочаровывается именно в концепции, что этот мир мой. Что он предназначен для моего наслаждения. Вот в этом разочаровывается. Пренан. У него никаких претензий к миру нет. У него претензий к себе. Не к миру, к себе претензий. Что к своему чувству собственничества. Что он хочет его загробастить. Для себя, для своих чувствных наслаждений. В этом разочаровывается премия. И разочарование Гиани, оно основано на том, что он испытал страдания. Или видел страдания. И сделал вывод, что этот мир был на страдании. Разочарование премия тоже там есть. Он понимает в природу чувствных наслаждений. Он видит в этом не вину мира, а вину людей. Что они неправильно контактируют с этим миром. Не как с энергией Кришны, как со своей энергией. И он видит, что вот он источник страдания. На самом деле. И он видит, что источник страдания не мир, а источник страдания неправильное отношение к этому миру. Поэтому он разрешивается не в самой мере, а разочаровывается в неправильном отношении к нему. Что когда неправильно к нему относиться, то можно получить по рукам, правильно же? И вот в этом разочаровании. Именно в ложной концепции. И его разочарование, чем оно добавлено? Тем, что если дьянни он испытывает счастье уже в конце, то бактас, потому что он испытывает счастье уже в самом начале. Потому что, как только он встал на духовный путь, уже для него доступно счастье. Конечно, по связи с тем, что его ждет, это капли счастья. И все же это счастье. И это настолько вдохновляет его, что он готов менять свои привычки, менять все в своей жизни. Быть серьезным, бороться со своими какими-то нарками в сердце и все такое. Даже это капли счастья, которые он получает из этого океана счастья предного служения. Уже его столько вдохновения ему дает. И вот именно на фоне этого счастья, даже в самом начале, когда предный начинает испытывать, то он уже обесценивается вот этой концепцией чувствительных наслаждений. То есть именно счастье в духовной жизни и разочаровывает предного. то есть основа разочарования гьяния это страдание. А основа, основная основа, так скажем, разочарование предного, это счастье. Чувствуете разницу? То есть он испытывает счастье в духовной жизни. И поэтому он разочаровывается в концепции чудных наслаждений. Хотя, конечно, он получает опыт разочарований каких-то и так далее. Но по-настоящему он разочаровывается, когда он понимает, что счастье в другом месте. Он знает, потому что он это испытывает. Я думаю, что на этом можно считать, что эта тема закончена. Есть у вас какие-то вопросы? Можем обсудить. А вот эта концепция я и мое, если яния не могут отделить, что я не умба и не разум, то эта концепция в душе находится? Она находится в ложном эре. Что я это тело, я это грубое тело, я это тонкое тело. Потому что нет ложного эго, нет отчисления. Потому что это две разные природы. Переходник между материей и духом это ложный эго. То есть они обманываются ложным эго, они не видят. Они это кто? Гьяни. Нет, Гьяни они избавляются в конце концов. Если они подходят к освобождению, они должны избавиться от ложного эго. Господь освобождает их от ложного эго. И тогда они понимают, я душа. То есть моя прода дуга, не прода этого эго. А вот еще что за освобождение помню, вы рассказывали, которая, ну, кайлаж с полушиви, преданные Шивы. А, то есть когда они уходят на планету Шивы? Да. Они уходят на планету Шивы, та планета, которая за пределами именно материального мира, да? Да, да. между... просто из-за того, что они больше приятны к образу Шивы, поэтому они уходят к Шиве. Они больше к Шиве приятны. А то, что они искорбляют Вишну, то они играют? А? Они искорбляют Вишну. А так она есть? То есть сам Кришна говорит, что я и Шива это суть одна. Единственное, что... И в то же время и суть одна, а не суть одна. Вот как бы... Поэтому очень трудно понять Шива так. То есть и с одной стороны как бы они... И в то же время есть разница. Потому что сам Шива он играет. То есть он оппозиционирует себя как предного Нарана, предного Вишни. Сам Шива. И в то же время это мы знаем, что это экспансия. Это экспансия Кришны. Для того, чтобы та экспансия, которая контактирует с материным миром. Потому что материный мир это его энергия Кришна. И Шива становится супругом этой энергии. Супруга Дургады. Но в то же время неделищно друг от друга. Вот так вот. Поэтому это истина. И все же... И все же Вишну выше. Потому что он тот, кто не соприкасается на себя. Это раз. И во-вторых, сам Шива ставит выше себя. Потому что это объект его медитации, объект его служения. Ну что, идем дальше? Не больше ничего. В этом романе вы тоже рассказывали о том, что там есть преданный и ведет не просто роман, но какой-то бы рискной в романе. маха- маха-кала. Маха-кала. Маха-кала, да, 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 да. Получается, если люди все-таки допустим, то есть там все-таки есть тут помогать, наставлять и прогрессировать в романе. Ну, то есть, кому-то, да, лучше не спекулировать. Вредным, да, он может помогать, но у гьяния нет. Потому что они его не знают и они его видеть не хотят. Они, ну, то есть, они его не хотят видеть просто. Им же нужна концепция «Я Браман, я Бог, я стал Богом». Они же к этому стремятся. Поэтому Кришна их не расстраивает. Он не являет себя перед ним. Хотя есть божецов Романа, обратно же согласно Брехар-Балатану. И Кумар увидел божецов Романа. Причем это такое милостивое большинство, что надо даже эти гьяни, которые узнать не хотят и не верить, он воспринимает их как преданных. И воспринимает как преданных и даже то, что они пребывают в Брамане, воспринимает их как предное служение. В чем их предное служение? А то, что они являются частью его сияния. Вот их предное служение. Все. Есть безличный аспект, Кришна, личностный аспект, а в то же время все энергии являются личностью. Да. Как это не постижило? Почему не постижило? Энергия безличная, безличная. Энергия, да. А в то же время энергия является личностью. Это сияние. Сияние безличное, а энергия уже служит. Как она может быть безличной? Она же должна, это же энергия, у нее же предназначение есть какое-то. Если предназначение, значит, в этом стоит разум, в этом стоит сознание, в этом стоит личность. Поэтому, то есть, есть персональная энергия, это же сварупа шахта, это сама наша матра-дранька. С тоже месть Браманда, еще одна энергия. Это безличная энергия. А так все энергии, они личные, личностные. Сарупа шахта наших личностных. Только Браман, больше, больше. Потому что, по большому счету, Браманда, он и состоит из живых существ. Просто нет, как бы, как бы, как это сказать? Ну да, можно сказать, что сияние, да, безличностное, но даже за этим безличным сиянием все равно стоит личность. Это Кришна, из которой исходит этот Браман. И в любом случае, этот Браман стоит из личности. Как свет стоит из корпускул света. То есть, также Браман стоит из бесчисленного множества живых существ. Они составляют Браман. Просто они в таком бессознательном состоянии. духовные личности это просто душа или это душа, которая имеет духовное тело? Личность это то, кто имеет сознание. И да, и есть души, которые имеют тела, а есть души, которые духовные. А есть души, у которых духовное тело непроявлено, так скажем. Нигде не говорится, что мы получаем духовное тело. Гористо, что оно у нас есть. И вот в Брамане находятся эти души, у которых духовные тела непроявлены. Они у них есть. Но у них непроявлено, потому что эти духовные тела могут проявиться только в связи с отношением с Кришной. Потому что для этого нужны, это духовное тело. И за то, что они отрицают эти отношения, за то, что они знают об этих отношениях, поэтому у них не развиты эти духовные тела. Но как бы семья это есть. По сути, Брамана периспал для личной энергии. Не только Браман пограничные энергии, мы тоже пограничные энергии. Мы тоже часть Брамана. Мы тоже часть Брамана. Мы уже везде. Да. И так, и не так. По природе, да. Мы в нем не растворены. Ну что, пойдем дальше? Потому что нас ждет еще пар... Ладно, с этим освобождением мы поняли, что что там делать вообще-то. Скучно вообще. В сиянии какое-то там висишь. Даже хотя бы Брамананда делать нечего вообще. Но есть освобождение поинтереснее, повеселее. Да, действительно, они все так разочарования, скука одна сплошная. А тут мы сейчас увидим, тут круто вообще. И так, четыре вида освобождения, их называют еще освобождение на Вайкунхе, хотя на самом деле... Ну, в общем, давайте их разберем. И так, это четыре освобождения, как Салоки, Сарупи, Самипи, Сашти, да. Салоки, это житая на планете, Сарупи, это имеет ту же форму, такую же красивую. Самипи, это значит, иметь те же богатства, возможности. И Сашти, входить в ближайший круг общения. Представляете? Это все освобождение на Вайкунхе. Что такое Вайкунха? Когда почитают. Ну, в общем, если сказать, Вайкунха это там, где нету кунхи. То есть, там, где нет страданий, Вайкунха. Вайкунха место, где нет страданий, нет тревог. Это планеты, да, действительно духовного мира, которым фактически нет числа. Они, говорят, плавают в этом Бармаджоте, который исходит из тела Кришны. И, можно сказать, там, высший предел счастья. Ну, потому что все можно назвать Вайкунхами, конечно, но если мы это суживаем, то в области как раз Ашваре отношения, как благовение с Господом, то да, все равно это безграничное количество этих планет, сами по себе эти планеты безграничны. И вот вот эта Вайкунха, она, можно сказать, избытки была слина играми лотосных стоп, вот я читаю, лотосных стоп Господа, супруга, богини удачи. Вот, вот такое место была слина играми лотосных стоп Господа. В общем, там игры проходят Нараяны, Господа Нараяны и богини удачи, Лакшми. Итак, начнем. Освобождение Саллоки. Саллоки – это возможность жить на одной планете с Господом. Другими словами, вот эти все освобождения, они доступны преднам, которые даже идут путем просто вадди и саддана бахти. Но надо, наверное, объяснить, что такое вадди и саддана бахти. Это когда человек, он служит Богу просто из правил предписания, из долга. Даже если просто человек служит Богу из долга, таким образом очищает свое сердце, вызывает предность и благовение развивает к Верховному Господу, постигает его положение, его могущество, восхищается им, то он, удостоверясь того, что он уходит на ту же планету Вайкунхи. Это освобождение называется Локер. Он обладает на ту же планету, планету Вайкунхи, где пребывает этот Господь. Единственное, вы должны понять, что туда попадают только те души, которые в своем сердце хранят сердцевина их сердца, это Господь, и хранят в своем сердце одним словом предное служение Верховному Господу. Так скажем. Поэтому Вайкунха она всегда предна и кем-то другим. Вайкунху можно попасть тогда, когда человек является предным. То есть другими словами, это не так, что мы занимаемся духовной жизнью просто для того, чтобы не страдать. Вот как-то предность не развивается, а просто хочется быстрее из этого мира, потому что тут все не так, как надо. Не кайфово. Да, как в Усоцке пел. Эх, ребята, все не так, как надо. Тем более в Калиюгу тут везде сложности, везде тяжело, человек думает, да, я хочу на Вайкунху. Но мы должны понять, если у него не развивается предность, но так не хочется страдать в этом мире, то он куда уходит? В Брама. Нет, он в Брама не уходит. для предного освобождения в Брама не это хуже смерть, даже не смерть, а хуже ада. он перерождается. Он уходит на райский планет. Он же не хотел страданий. Вот допустим, а человек думает, хочу в духовный мир. Его спрашивают, зачем хочешь в духовный мир. И выясняется, что там хорошо, на работу ходить не надо, везде деревья желаний. Подошел, попросил, ну все, там, даже, даже не кассовый какой-то там автомат, знаете, а там прямо вот так, как говорится, не отходя от кассы, раз, желание, там, оп, и сразу она исполняется. И если выясняется такая вещь, что просто человеку нужно чувство наслаждения, то на Вакунхи не уходит. Он уходит на райские планеты. Да, будущий пред. На Вакунхи уходят те, которые все же все же они в своем сердце развили чистую предность и те, которые не верят в концепцию чувственных наслаждений. Потому что вся жизнь, в чем суть жизни на планете Вакунхи? Чем занимаются там преды на Вакунхи? Чем они занимаются? Они занимаются служением. Самое главное их служение, они постоянно прославляют Господа, они постоянно погружены в его славу. Они постоянно, 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 это их блаженство, это их еда, понимаете, пославление Верховного Господа. Это то, что их подпитывает по-настоящему. И хотя Возможно, чувство наслаждения на Вайкунхе, а там действительно, поверьте мне, в общем, все райские миры вместе взятые, они там просто отдыхают, по сравнению с тем, что себя представляет Вайкунхе, какие там чувства наслаждения, начиная от пейзажей, которые там раскрываются перед взглядом, то все пейзажи этого мира, они просто меркнут. Вот бывают, знаете, вот, то есть есть такие фотографии, иногда вредно себя в заставку ставят, чтобы природа менялась, да, такие, реально красиво, ракурсы такие, удивительные, кажется, просто райские места там, или какая-нибудь там морской берег такой, знаете, лазурный, с пальмами, или там, или горы какие-то потрясающе красивые, или какие-то озера кристально чистые, и тоже там вокруг. Так вот, ни одно место в этом мире, какое бы оно красиво ни было, оно не может сравниться, здесь на земле сравниться с тем, что в раю, а там, что в раю, не может сравниться с тем, что там действительно Вайкунхе происходит, какой там ландшафт, какой там расклад. Вот, допустим, Стас, я знаю, он любит в горы ходить, там, на лыжах кататься и так далее. Бывают же, да, раскрываются виды такие, что прямо дыхание перехватывает. Если у нас здесь дыхание перехватывает, то представьте, как там дыхание перехватывает. Там просто они не дышат, да, как бы они дышали на лыжах кататься, там не зависит от кислорода. Вот, начиная от этого и кончая разными объектами чувств, там очень мощный, там разные цепты благоухающие, там все. Вот, если даже на райских планетах, там все заполнено этим благоуханием, знаете, этим ароматами, которые уже человека настраивают на волну и чувственных наслаждений. А представьте, на Вайкунхе там как. Там, если птичка запела, то все, тут местные птички просто отдыхают. И даже на райских планетах обратно же повторимся. То есть, там для чувств, там раздолье вообще. Абсолютно раздолье. Причем, говорится, что вот эти жители Вайкунхе, они летают на летательных аппаратах, такие у них летательные аппараты, они везде летают на них. И их соображают супруги. И там описано, как они выглядят. Там пышно бедры, там и так далее. И при этом это не вызывает у них страсти никакой. Не у него и не у нее. Почему? Потому что они поглощены. Поглощены Кришной. Поглощены на районе. Поглощены тем, что они погружены во славу. И эта слава на районе, она им больше доставляет наслаждение, чем все вот эти объекты чувств, которые их окружают. Что все меркнет по сравнению с этим. Им доступно и раскрытое величие на районе. Причем они вспоминают как о великом герое вообще. Беспредельно могущественно. Что несмотря на свое такое могущество, он при этом настолько добр, они понимают, что он бесконечно большой, он бесконечно маленький. И при всем этом, они видят, что он, несмотря на такое бесконечно большой, он не сходит до них, до бесконечно маленьких. И он любящий, он внимательный каждому своему предному. И их это поражает, конечно, величие. Не только величие, а величие в том, что он не сходит до них. Что он такой, что с ним можно иметь любовные отношения с на районе. Они чувствуют на себе его ладский взгляд. То есть на себя чувствуют его милость и его взгляд. И это их вдохновляет очень сильно. Вот это осознание его величия, одновременно милость, нисхождение до них, их вводит в состояние восхищения. Причем, это не то, что что-то как-то единожды вы поняли, и потом этим живете. Нет, это все время раскрывается снова, снова, с разной грани, полнее, глубже. Поэтому они все время испытывают это счастье на вакунхе. Есть те, которые находятся там в нейтральных отношениях с Господом. Им это достаточно, это чувство восхищения, в этом трансе находиться. А есть те, которые могут что-то делать, что-то служат, слуги. Им и есть потребность как-то служить Верховному Господу. И вот это и есть атмосфера в вакунхе. И вот саллокия, это означает попасть в эту атмосферу. Саллокия означает быть... Мы попадаем в эту атмосферу тогда, когда мы сами заряжены. Когда эта атмосфера есть уже внутри нашего сердца. Если внутри нашего сердца есть атмосфера, атмосфера осознания, восхищения, увеличения, желания ему служить, то мы попадаем в вакунхе и получаем освобождение саллокия. И говорится, что в этой брикад бухгалатамрите, что, конечно же, они ведут жизнь в полную наслаждение. Потому что мы сейчас говорим, как бы такую сторону их отношения с Нарайаном. Нет, они окружены великолепно, даже в вакунхе. Суть в вакунхе это везде великолепие, везде, знаете. Все шикарно просто. Все, начиная... Все для чувств, все просто шикарно. Каждый объект для носа, для глаз, для ушей, все очень шикарно просто. Это самое высшее наслаждение именно там, именно для чувств. И говорится, что хотя эти наслаждения возбуждают чувства в вакунхабасе, они возбуждают их нечувства. Но при этом не уводят их в сторону. Это уже чувство духовное? Это да, но сейчас мы говорим о объектах чувств, и все равно это чувство наслаждения. Это же чувство должно наслаждаться. По большому счету даже говорится, что хотя мы говорим материальные чувства, но на самом деле чувства изначально-то духовные. Изначально чувства не духовные просто. Просто они загрязненные материи. Поэтому способность наслаждаться чувством, она исходит из души, из наших чувств. И вот они там в полной мере наслаждаются. В полной мере. Но при этом, это не уводит их в сторону. Это просто как бы, как это сказать, создает фон такой. Бонусом дает. Нет, не бонус, это другое понятие. Там не бонус, это твое, это твоя собственность. Тут никакого бонуса. То есть, это просто атмосфера, это просто как зарисовка, это просто как фонит. Но главное, на Вэ Кунхе не это. Главное, все получены на равном. Это, как раз, создает этот ансир великолепий я. Потому что, в чем, это как бы, вот это, вот это положение на Вэ Кунхах, она, она все это подпитывает, вот это настроение Айшвари. То есть, восхищение великолепием Верховного. Потому что они понимают, что это все его, это все его энергии. И наслаждаются этим, они восхищаются не этим, они восхищаются Нарайной. Что это все его энергии. Это его великолепие, на самом деле. И так это Солоки. Вот так она, в этом суть Солоки. Вы живете на одной планете с Нарайной. Но суть это не в том, что вы хоть и, типа, и наслаждаетесь. А суть это в том, что мы, там же Вышество, Солоки, освобождение, они наслаждаются именно тем, что они поглощены, поглощены Верховным Господом, Его Деянием, Его Игоями, Его Славой. Они полностью поглощены. Хотя при этом все чувства наслаждения доступны, и все это будоражит ум и чувства. Но все это только углубляет отношения с Нарайной. На самом деле. Это Солоки. Вдохновляющий? Дальше. Но потом мы скажем, что чисто преданное это отвергает. Но это дальше будет. Следующее освобождение называется Сарупья. Сарупья как переводится? Тело, как у Господа. Да, Рупа. Сарупья означает, что имеют такое же прекрасное тело, как у Господа. Другими словами, то есть, жители Вахунхи, они полностью трансцендентны. Во-первых, их тело, оно абсолютно антитично телу Господа. То есть, мы знаем, из каких энергии он стоит. Сачи, это надо, да? Это виграха. То есть, полностью антитично. Но мало того, что оно полноэдентично, но оно еще можно... Это освобождение. То есть, суть в том, что вы можете быть такой же прекрасным, как Верховный Господь. Не то, что вы как братья-близнецы, знаете. Посмотришь на него, на него не может. Кто в жизни, кто. Хотя, если такое сильное желание, даже такое освобождение можно получить. И там только по этому знаку на груди Господа. Можно его отличить. И по камню по уступке. И место, прежде всего, место, что оно такое же красивое и привлекательное власть тела. Ведь Господь в окунхе такое, помните, как Друва увидел, Вишну, когда он пристал перед ним. Помните эту историю с Друвой, которым он медитировал, чтобы получить царство еще больше, чем даже у деда, чем у Брахма. И он медитировал, что там я не буду всю эту историю рассказывать. И когда перед ним появился Нарайана, перед ним появился Вишна, он был потрясен этой красотой. И он сказал такую вещь, что я искал битое стекло. Вот это все мои претензии, амбиции на царство и так далее. Просто битое стекло. Я искал битое стекло, а на самом деле нашел настоящий бриллиант. Или вспомни Нарада Муни, когда он, будучи маленьким мальчиком, когда мудрецы остановились в его доме, когда благодаря их милости он получил Бахти, и потом так случилось, что мама тело оставила, и он благополучно совершил погребальный обряд вместе с домом мамой. И пошел, в общем, по миру. В пять лет. И там описана эта ситуация, когда он вспомнил, как мудрецы его учили, медитировать на Господа. Он сел как-то и так сосредоточился, все как по инструкции. И вдруг на его сердце привелся Господь. Это первая песня Шамадбата. Помните? Читали же? И что ощутил Нарадану? Там идет описание такое, что как будто его чувства не были мертвы до этого. Нам кажется, что мы живые, правильно же? Моргаем, сопим, какие-то наслаждения получаем в этом мире. Нам кажется, что мы живые. Но по-настоящему, когда мы увидим Верховну Господа, когда действительно наши чувства будут оживлены в контакте с Ним, в служении с Ним, то мы поймем, что мы сами были мертвы. Наши чувства не спают. Мы просто в спящем состоянии находимся. Сейчас мы пробуждаемся. Пробуждаемся больше и больше и больше. Так, между сном и реальностью находимся. Пробуждение называют. Но когда чувства действительно пробуждаются, вы понимаете, что я до этого был просто мертвец, зомби. Вот сейчас вы на меня смотрите, кажется, я махаю руками, вроде как живой. А на самом деле зомби. По-настоящему чувства, то есть я живу только в контакте с Верховной Господом. Когда я увижу его красоту, я привлекусь всем сердцем, тогда я чувства по-настоящему оживу. Причем так оживу, что наше тело, оно же не приспособлено к тем эмоциям, которые душа может испытывать. Поэтому помните, в «Госвом читании», как трансформировалось и тело. То удлинялось на 4 метра, расчленялись эти самые, то снова соединялось, то становился вообще как куб такой. То есть такие трансформации происходили, которые вообще с этим делом нереально. Вот так вот эмоции духовные могут трансформироваться. Потому что она не предназначена для такой величины эмоций. на самом деле. Как у Господа Читани. Но у него там была Махабава. Вот. Я к чему говорю? Что представьте, насколько красив Господь. Что на Рангоне, когда увидел его, он сказал, что я на самом деле был мертвец до этого. По-настоящему. И вот, что такое сорубье? У вас есть возможность быть таким же красивеньким. Это сорубье. Таким же притягательным, таким же красивым, как Верховный Господь. Это называется сорубь. Единственное, что как бы нужно ожидать, что тогда получается, все захотят, да, иметь такую же форму, четверокруку. Но на самом деле на Вайкунхе не все иметь четверокруковую форму на Рангоне. Такую прекрасную форму. Потому что в зависимости, ну, кто у вас Иштадех, кому вы поклонялись, кто ваше Божество. Потому что там можно видеть полу людей, полу львов, там можно видеть вепри, там можно видеть черепах, там можно видеть рыб. Но это не просто рыбки, знаете, как вот в аквариуме видим, или в маленьком, или в большом, или там в океане. Нет там, ну, то есть, когда вы смотрите на ту рыбу, вы ей привлекаетесь всем своим сердцем. Это форма же Господа. В зависимости от того, кто является Господи нашего сердца, в какой форме Господа мы привлечены, и который поклоняется. Ту форму преды склонен ли принять. Это называется так же, это называется рупи. Они принимают, или, допустим, человеческие формы, допустим, когда речь идет, допустим, маком, допустим, те, кто поклоняется рамочангрии, да, вот, они именюют человеческие формы. Или, можно иметь форму Риши, вы будете похожи на мудреца, не то, что похожи, будете быть таковы. У вас будет форма мудреца, если вы поклонялись, допустим, не знаю, парушерами, там, и так далее. Или там, каким-нибудь формам муни иметь, если вы поклонялись Капила Деву, если это было божество вашего сердца. В зависимости от того, к какому божеству привязано, такую форму может получить преды. Но это тоже не обязательно. Не думайте, что, если я, если, ну, то есть, я привлечен на Рисим Хадеву, обязательно я буду получеловек, полулевка. Или если я привлечен, допустим, Вараха, я буду обязательно там бегать в общем, Вараха Деву. Или черепаха будет так передвигаться, как черепаха по духу логеру. Конечно, мы сейчас это оцениваем своими материальными, знаете, чувствами. и я говорю, ааа, о господи, зачем мне опасно поклоняться Вараха Деву, я понял, очень опасно. Боже, так залететь, зачем, да и вечно бегать. Там таких, таких чувств нету, потому что они видят традиционную красоту и неестественным образом фрэп. Если мы увидим действительно Вараха Дева, то я, как мы говорили, что насчет красоты, вся красота этого мира померкнет, если мы действительно увидим Вараха Дева. Можете себе представить такого вепря с лотосными глазами? Я такой, в этой степени, наверное, могу это представить, потому что ну как-то у меня была возможность в Майпуре, там, не знаю, как сейчас, раньше предану устраивали русский день, да, на Майпурский фестиваль, помните? Не знаю, как сейчас. И там кто куда там, кто там мыть алтарную, то есть целый день это русский все оккупирует, в общем, занимается служением. Но я в том случае я пошел в коровник. И знаете, я вам скажу, что я более красивых коров в своей жизни не видел. Вот реально. Хотя коровы, они привлекательные, они красивые, у них глаза красивые, но такие красивые глаза я не видел. Мне даже язык не поворачивался, говорит, что у них морда, знаете. Прямо хотел сказать, что лицо. Настолько, настолько красивое, вот прямо вот, вот видите, морда, я хочу сказать, на самом деле лицо. Настолько у них красивое лицо и настолько красивые глаза, вот действительно лотосные глаза. это было мое ощущение, мое чувство. Очень красивое. Может быть, связи с тем, что там племенной бык так очень красивый. Но когда туда, там их два было, ну там главный один. И когда мы начали там кровь мыть и так далее, и когда такая вот так она бежала, он такой, он лежал, он так встал, и такая машина знает. Такие рога у него, вот как описано в книге Кришна, что они касаются неба, да, вот такое ощущение было. Вот у нас, у наших боков какие-нибудь такие, да, рога там. А то там, там реально, я не знаю, с чем ее сравнить, такая, и причем такие, так симметрично, гармонично, так вот они, прямо вот так вот симметрично они идут, вот так вот как-то еще изгибаются, такие достаточно большие. И он очень красивый. Он мой вверх мощный, такой, такая машина. И тоже у него... Лицо. Лицо. И может быть, как бы благодаря ему, вот как бы, он старается, что вот, такое, на подбор все, знаете. Я к чему-то вам говорю, что у меня парадигма чуть-чуть поменялась. Я видел действительно красоту, вот реально красоту. Это было очень красиво, очень красиво. Поэтому, то есть, когда барахады появляются, это не просто кабанчик с такими кабанячими глазами. То есть, там образ очень красивый, или черепаха, очень красивый образ. Если люди проникаются, да? А? Вот этими формами. Люди проникаются. Прям. Ну и ключи. Прям. Вы сказали, что они встречаются в 8-м и в 400 тысячах в жизни. В каждой форме жизни он приходит. Да. Соответственно, вот какая форма в такой форме он не приходит. Да. Ну, есть основные формы, в основном, как бы он поклоняется. Даже он в форме таракана приходил. Не знаю. Может быть, там тараканы бегают тоже под ухоном. И вот они имитируют на того таракана. Там сверху не выключаются и не прячется никто. Они, да, они не противны. Вы сказали, что не имитируют. Они ходы с твоей голоса. Ну, в общем, суть в чем, что не все имеют там четырехрукную форму в зависимости от Иштадева, в зависимости от Господина вашего сердца, от той формы, в которой больше всего привлечены в Кришну, ту форму вы можете принять. Но это тоже не вся правда. И так, там большой диапазон. То есть, там можно быть и в форме вепря, черепа, рыбы, получек, как у льва, или риши, или мудреца, или же там четвероголовы, допустим. Там интересно, Санатагасвам пишет, или это комментирует уже Гуппи Пранатхана, про бы, уже не помню. Он говорит о том, что те предны, которые видят Господа Браму и Господа Шиву как представителями Кришны на ране, они могут даже привлечься в такую форму на Вакунхи. Или там, допустим, были такие ману Праджапати, которые, не все же Праджапати живут, что-то, иногда сам Господь приходил, как Праджапати. Один из ману приходил. И вот, привлеченные этими образами, они могут иметь этот образ на Вакунхи, образ Праджапати, образ Мудреца, Риши, Муни, полубога, или Карлика. Кто у нас Карлик? Вааманадеф. Но это не просто Карлик, знаете, я видел спектакль людей, которые вот такие низкорослые, такие, Карлик, в Киеве. Но, больше смотришь и чувствуешь сострадание, чем наслаждаешься игрой. Я думаю, почему люди входят и это смотрят? Они хорошо играют, но больше испытываешь сострадание к ним, чем наслаждаешься игрой. Ну, лично мне такое было чувство. И не сказать, что это красиво, знаете, там все непропорционально, голова больше, чем положено в теле. Так вот, это не тот образ Вааманадефа, знаете, Карлика, женщины или мужчины. Они взрослые уже, как дети, даже голос у них такой детский. Но при этом не сказать, что это очень красиво, знаете. Но когда Вааманадеф появился, то там все были просто поражены его красотой. Красотой Вааманадеф. Но, итак, это тоже не вся правда, что все жители Вакунхи, они обязательно приобретают или четверкрукую форму, или форму Штадеева своего сердца. Это тоже неправильно. Так считаю. Что некоторые принимают форму, даже не похожую на Господа. И это уже связано так, отчаянно объясняют, что это ну, как бы с их непредностью связано. То есть с их проявлением предности. Не обязательно они должны принимать такую же форму, как у Господа. Мало того, что есть такие фактически вся флора и фауна духовного мира. Это все личные спутники на районе. Птички, жучки, шмели, паучки. Это все преданные. Вы можете подумать, какой ужас, да? На самом деле, это никто их туда не... Это нас тут в этом материальном мире насильно в эти формы жизни помещает. Нет, это желание преданного. И отчаянно объясняют, что их просто... У них желание только разнообразить фауну этого мира для того, чтобы создать атмосферу, которая бы нравилась Верховному Господу. Поэтому они склонны принимать ту или иную форму тоже. Представить таких сваруп. Мало того, что... Мы сейчас же говорим о сварупе же, правильно же? Ханшафтный дизайнер. В общем... Восемь там лотосный глаз. Да. Да, и они все лотосные. Он очень красивый, поверьте мне. Такой милый-милый такой паучок. Но это тоже не вся правда. А вся правда, что даже неодушевленные вроде бы как предметы в этой мере это тоже спутники на раме. Они тоже обладают сознанием. Там дома, там что там еще. Скамейки. Вот. Представьте, сидишь на предном. Облакадишься на предном. И ты понимаешь, то есть это все сочетано, да все пропитано. То есть это предное, это сознающее живое, что это стол, становящее живое существом. Просто таким образом он служит предным. Таким образом он служит на райне. Вот такие там предные. И они выкстадят этого. Причем, если говорить о духовной форме, которая есть на вакунхе, то надо однозначно сказать, что вот как на райне он может себя распространять во множество форм, так та же потенция, той же потенцией отделены его предным. Они всем будут распространять во множество форм. И как на райне потом эти формы отдельно существуют, да, от вас. Но при этом это вы. То есть та же, но эта потенция есть и у спутников на райне. Вот это сарупи. Круто? Следующее, освобождение называется саршти. Саршти означает обретение тех же богатств, которыми владеет Господь. Это тоже интересный момент. Мы тоже как-то коснулись, когда описывали Солокио, что на самом деле Господь на райне он супруг же богини Лакшми. Поэтому нет ничего не подобающего в том, что он демонстрирует свою верховную власть при помощи этих богатств. И все достояния, которые есть на Ванькунхе, они полностью духовные, исполнительные вечности, знания и блаженства. Все эти возможности, все достояния, все эти энергии. И все они готовы служить каждому предному жителю Ванькунхе. Они готовы ему служить. То есть как только предный что-то пожелает, все. Это свяжившийся факт. Вот как допустим у Господа это происходит. Когда мы проходили с вами тему «Три энергии абсолюта», мы описывали взаимодействие энергии с Господом такое, что ваше желание это уже свяжившийся, вернее, желание Господа свяжившийся факт. Так вот, абсолютно то же самое происходит происходит на Ванькунхе. То есть все эти энергии недоступны для каждого предного. Ваше желание это свяжившийся факт. То есть эти потенции они готовы служить предным. Они в их распоряжении. Они наделяют предному эти могущества определенные. То есть это доступно. и ну как бы вот это внешнее управление роскоши в Адкунхе она, конечно, зависит от индивидуальных желаний обитателей в Адкунхе. Поэтому мы видим такое разнообразие на Ваккунхе. Вернее, мы и не видим такое разнообразие. Поэтому есть такое разнообразие на Ваккунхе, которое мы не видим. Так скажем. Потому что там все же вышества индивидуальные представители всех желания они вот их желанием служат эти безграничные энергии в Адкунхе. Вот эти возможности они абсолютно духовные. Но очень важно одну вещь сказать. Что хотя бренны не пользуются этими достояниями, при этом не чувствуют, что они ничем не владеют. Хотя все эти энергии доступны все абсолютно какие хочешь. Но при этом хотя ты этим владеешь, при этом у тебя четкое понимание, что ты этим не владеешь. что это не твое это энергия Кришны. И предные они пользуются этим, во-первых, для служения на районах, во-вторых, им нравится этим пользоваться. Знаете почему? Не потому что они упиваются этим могуществом, нет, они при этом сохраняют смиренное состояние, они этим не упиваются, гордость в них не растет, погруженные чувства наслаждения не наблюдаются. Но тогда вопрос, зачем они этим всем пользуются, манипулируют этими энергиями, как подумать? Благодарность. как служение. А какое там вообще служение и как оно связано со Вселенной? Со Вселенной никак. Это уже духовный мир. Это уже за пределы Вселенной. Вселенная сама по себе, материальный мир сам по себе. Это мы сейчас рассказываем про духовный мир. Он никак не связан с материальным. Им нравится пользоваться этим могуществом. Почему? Потому что это еще больше обостряет их понимание величия и могущества Господа. Они же понимают, это же не мои энергии. Это энергия Верховного Господа. Вот допустим, как человек, как предный, вот как Шилаправпада, он восхищался своими книгами. Он писал, он сам писал эти книги, додиктовал эти книги, но при этом он не восхищался. Но он восхищался не из гордости, знаете, как мы вот что-то сделаем и восхищаемся. Потому что это не я написал эти книги. И он восхищался, что такие сложные вещи, и так они доступно написаны для людей. И он говорил такую вещь, что просто если вы прочтете одну страницу этих книг, вы достигнете совершенства. Дальше вы прочтете одно предложение, вы достигнете совершенства. потом помолчал и говорит, дальше вы прочтете одно слово в этой книге, вы достигнете совершенства. То есть он видел это могущество книг своих, но при этом он не прислал до себе. И он же наслаждался этим, он восхищался этим, хотя эта энергия шла через него. вот это могущество этих книг, ну то есть он же их писал же, он их же надиктовывал, это же что же через него? Это как, допустим, как такие примеры тоже, допустим, зрелый предный Санкиртан не выходит на улицу, да, и книги раз... вот как, допустим, был такой мощный преный Санкиртан, он ведь сейчас есть, я не знаю просто распросян книги или нет, может вы помните, Харинаманадамы, это вообще был уникум, это уникальный человек, о нем много стокс, Харинаманадам обрежался но есть Навинонерда, иногда их путают, есть Харинаманадам, есть Навинонерда, и тот, и тот, они просто ас, в Санкиртане. Так вот, он говорил интересную вещь, Варенье в Санкиртане, вот представьте, однажды он совершил такое, что обычно там хорошо книги уходят до Рождества, особенно хорошо в Рождество, вот наши люди с фонг покупают, это 25-го числа, потом с 25-го по 31-го там все, там штиф, это как у нас после Нового года штиф, так у них там после 25-го числа, штиф и чтобы распределить одну книгу, это очень нереально. Что он делает? Он просит голосовини у бренных у всех, прямо каждому подходит, просит голосовини. И вот этот самый мертвый период, когда люди не покупают ничего, потому что все уже было потрачено на Рождество, он сам в этот период делает просто сумасшедший революбок. У него каждый день уходят тысячи книг. Можете себе представить? То количество книг даже трудно перетаскать на себе, просто с одного места на другое, тысячи книг перенести. А он их тысячи распространил, каждый день. Каждый день распространил по тысяче книг, всю неделю каждый день распространил по тысяче книг. И он сказал такую вещь очень важную, что я молюсь, чтобы не стать препятствием на пути той милости, которая проходит через меня. Другими словами, он чувствует этот поток милости, он видит, как она разворачивается, он видит, что это слова не его, эти мысли не его, что он просто инструмент. Он смотрит на это со стороны и восхищается, он в потоке этого, он в блаженстве всего этого, при этом не присылает о себе. Я молюсь, чтобы не становиться препятствием на потоке этой милости. Потом он был способен делать совершенно сумасшедшие вещи. Маленькая Швейцария, представьте, там города очень маленькие, и они эту Швейцарию уже бомбили, я не знаю, там сколько уже, лет 20. И вот там уже все знают, там уже всех людей по 5 книг от Багаваргита одно и то же, наверное, просто преды не может отказать. И вот как в этих маленьких поселочках, городах иметь способность распространить тысячи книг? Как это вообще реально? Тут в мегаполисе это вообще кажется, в один день тысячи книг распространить, больших, это не маленьких, это больших книг. Это, кажется, вообще-то нереальная вещь. И Герохини Суд обработал в связи с этим сказал, что на самом деле намного легче распространять много книг, чем мало. Знаете почему? Потому что вы много книг распространять только по одной причине, если вы в поток, если тяжело сойдет в мир. Я к чему вам этот пример провожу, что вот есть примеры, как прены чувствуют, как через них идет энергия, что это не их энергия, не их слова, не их поведение, не их мысли, что они, ну то есть это не их потенция. И они восхищаются, как Господь, и эта энергия, когда они идет, они при этом внутри сердца испытывают глубочайшее сострадание. Это не просто какая-то имперсональная энергия, знаете, такая. Она очень личная, он видит, что он через эту энергию постигает как бы личностный подход Господа к каждому живому существу, как Господь любит каждое живое существо. Он что выходит на улицу и начинает всех любить. Или не очень видно, это не моя любовь, в общем. Он понимает, что это любовь, она ему дается, это не его любовь. Она через него просто проходит, как милость. Как Навин Анирада рассказывал, что они уже ехали с Санкиртона, уставшие, страшные. Харин Анирада был за рулем. Уже было темно, они уже ехали, уставшие такие. И вдруг Харин Анирада остановил машину. Навин Анирада села рядом, спросил, что случилось. И Харин Анирада показывает на окно в одном доме, горячем. Говорит, видишь, что окно? Говорит, да. На самом деле, эти люди, они ждут книги Шила Парупа. Но если бы это был кто-то другой, не Харин Аманадана, да? И оба его сказали, знаешь, дорогой друг, поехали, мы домой. Но это был Харин Аманадана. И, ну, то есть, там понятно, что, ну, руководим свыше. Просто ехал, просто остановился. Он взял полный набор, то есть, там, Вешим Адбагва, там, Сюль Чиритам, Чиритам, Литу, все книги про Парупа, которые там были, пол, фулл сет, там, три или четыре коробки, вот такие. Он взял, говорит, я сейчас. И все проводили взглядом, как он нашел в подъезд, ну, нужный. Через какой-то момент вышел, уже без коробки, поехали. Понимаете? Кто ему это сказал? Откуда у него это уверенность? Потому что, к нам тоже много бредовых идей приходит. Правильно же? Но, судя же по результату, да, да, ему тоже, Боже, вас есть большие, высказали, там люди живут книги, а вот он вытекнул с кисыпки лесов, себе же коробкой вязать. Но все коробки остались там, причем, ему долго не пришлось там проповедовать. Он просто зашел, подзвонил и сказал, ну, это ваше? И он сказал, да, это наше. Ну, только рассчитайтесь, и мы поедем дальше. Вот такая личность была. И вот жители Вайкунхи, они то же самое чувствуют. Они пользуются этими энергиями, эти энергии проходят через них, но при этом они понимают, что это это не мои энергии, это не мой разум, не мои слова, не моя потенция. И когда она проходит через них, причем они это занимают при наслужении Кришне, когда она проходит через них, они еще больше постигают величие Господа. Один момент, когда вы смотрите со стороны, да, правления величия Господа, а когда это величие Господа проходит через вас, то есть вы можете это намного полнее ощутить. Поэтому это все дополняет их восхищение, их настроение Ашвари по отношению к Верховному Господу. Так, ну мы предные уже без это самое, без десяти. Ну в принципе у нас не так много осталось. Мы сможем до начала десятого? Или мы не сможем? Нет, нет. Ладно, хорошо. Тогда не получилось мне закончить сегодня. Ах, Патя, право, скажите, пожалуйста, какое там служение в духовном мире Кришне? Разное. Но если мы говорим про Вакунку, где служат на раненых, там разное служение. Самое главное служение, вы постоянно... Там такое же служение, каким мы занимаемся сейчас. Что мы сейчас делаем? Мы обсуждаем его, да? Мы говорим о нем, обсуждаем его. Это первое, что делаем. там занимаются киртаном, там занимается Кришна как ходит, там все имеют возможность, там никто не ограничен служение Кришне. Если там махает кто-то... Знаете, вот сидит духовный учитель на авиасацине. Вот допустим на авиаса позже мы видели, предный берет чамару и служит духовным учительом сидящим на авиасацине. Это же предное служение. Так вот и там очередь. Один помахал, потом другой и вроде бы как надо записываться уже в очередь или вставать в эту очередь. там такого нет. То есть Кришна там все могут хоть вся вакунха махачимара и Кришна это будет принимать совершенно мистическим образом. Причем у него будет ощущение такое, что я и Нарая не так, что я где-то вдалеке, что Нарая он реально принимает служение. Там есть стражники это служение, стражники, усторожители, следите за том, чтобы все было правильно, по правилам, это служение такое. То есть там в правилах специально придумано для того, чтобы обратно подчеркнуть Айшварю и чтобы преднания были предели. Правило такое, которое позволяет это правило создает некую дистанцию такую, знаете, благоговерную по отношению к Перху Ногу. Есть люди, есть преднания, которые за этим следят. Это их экстаз. Вот помните джай-ви-джай, вот стояли на воротах. Вот есть ворота в окунке, есть ворота там во дворце на райной, там на каждом этаже там стражи все серьезные, все думают, что их положение очень важно, они телохранители есть, хотя от кого там охранять вообще. У них ощущение, что они телохранители, они его охраняют и так далее. Вот одно из тоже видов служения. Игры. Это да. Но последние господочитания забегают вперед. Они не привлекаются этим освобождением. Они не считают, что это главный плод бахти, это побочный плод бахти. Главный плод бахти это возможность служить Кришной с чистой пряностью. На самом деле все эти освобождения это побочные продукты. Конечно если мы хотим это освобождение будем молиться Кришне ради освобождения этого освобождения то мы его получим вместе с премностью конечно же. Но последние господочитания они отвергают такое служение Господу желанием такого освобождения. Потому что для них это как чувство наслаждения. Хотя на самом деле жители Вакумхи не лишены чувства наслаждения. Они имеют эти все виды освобождения. Но и хотя мы говорили освобождать идеи наслаждения на Вакумхи но для них это не главное. все же как цель Вашнавы это не ставят. А как побольше продукт просто из-за то что есть это освобождение поэтому мы его и обсуждали. Вот допустим гьяни они жадно стремятся к такому освобождению с оружием. Но чистоперенно они к этому не стремятся они его просто получают. Но если они будут ходить это освобождение они его получат тоже. Но это не талон чувства и преданности. А в чем отличие тех преданных которые хотят получить это освобождение и тех преданных которые хотят прийти на землю чтобы служить людям здесь чтобы они получали знания Кришны. Вы запомните этот вопрос потому что уже поздно и вы его запомните и я обязательно отвечу и подключить это подключение